Всем привет! Сейчас очень символично, посмотрите. Я нахожусь в Фархабаде. И эфир наш будет посвящен сегодняшнему праздничному дню, который напрямую связан с Хабадом. Я вообще здесь случайно оказалась. Не специально, не планировала для эфира это. Вот, поэтому всем шалом! Ещё раз я нахожусь в Фархабаде. И потому что наша сегодняшняя с вами встреча напрямую связана с... Не с этим местом, а с течением иудаизма Хабад. Всем привет! Сегодня очень-очень праздничный день. Сегодня пятое ТВТА. Может быть, вы слышали такое выражение Дидан, Нотсах. Все кричат, все радуются, потому что сегодня день, когда библиотека Рэбэ была освобождена. И вот я нахожусь сейчас на станции Хабаде. И рассказываю вам о том, почему сегодня праздничный такой день, и почему мы празднуем освобождение каких-то книг, да? Какая нам разница, что библиотека вернулась к Рэбэ и так далее. Итак, вернёмся в те времена. Вернёмся в те времена, когда всё началось. Рэбэ узнал, что его потомок, его потомок шестого любавического Рэбэ похитил очень много святых книг и начал их продавать за очень-очень большие деньги. Он начал их продавать, он продавал их в Ватикан, ну, очень-очень важные-важные книги для иудаизма, для семейного древа, да? Это, ну, просто бешеные вещи в этих книгах. И вот нашёлся потомок Рэбэ Раяцца, который все эти книги благополучно и успешно продавал. Вот. И, ну, сначала он это делал так, что никто не знал. И потом, когда Рэбэ это заметил, то он обратился к своему потомку. На что потомок сказал, я, по-моему, это был внук дочки Рэбэ Раяцца. То есть он говорит, я прямой потомок, а что, я не имею права на эти книги? Вот так он и сказал. И вот. И прошло время, и это был большой-большой судебный процесс. Рэбэ понял, что подавать на него жалобу в раввинский суд нет смысла, потому что они были нерелигиозны, и они бы не послушались раввинского суда. Поэтому Рэбэ подал на этого потомка и на всех, кто был с ним связан, в суд. Подал на них в суд за то, что они разворовывают семейное имущество. Более того, это оскорбительно для святых книг, которые он продаёт непонятно куда, неизвестно кому, за бешеные деньги. Это святые книги, учения их предков, рукописи. То есть это книги, не копия, это книга, которая написана от руки. Это невероятная наглость продавать эти книги. И был большой-большой судебный процесс, который длился 20 месяцев. И Рэбэ, это всё время он был... Говорят, что Рэбэ был такой он расстроен, злой. И реально у него болело сердце за это. Более того, на судебные разбирательства ходил не Рэбэ, а пошла в этот день, 5-го Твета, пошла Раббанит, его жена Хаямушка. Просто почему пошла она, а не Рэбэ? Потому что Раббанит Хаямушка, она была дочкой Рэбэра Яца. То есть она прямая наследница. Они бы могли сказать Рэбэ, ну вы вообще-то не прямой наследник, вы всего лишь муж дочери Рэбэра Яца, поэтому вы не имеете права на эти книги. Несмотря на то, что он Рэбэ, да? И тогда пошла Рэббэ Цинхаимушка. И знаете, как она одной фразой победила весь-весь процесс? Одной фразой она сказала, «Эти все святые книги, как и наш Рэбэ, принадлежат Хасидам». Она сказала вот эту вещь, что и наш Рэбэ, и все эти книги, это принадлежат Хасидам, поэтому их нельзя продать. Это не то знание, которое можно продать, и эти все книги, они никогда не будут продаваться, потому что это все принадлежит многим-многим людям. Это когда все-все люди, не дай бог, там соберутся, а этого, понятное дело, с Хасидами не произойдет. Вот, и поэтому 5-го ТВ, это три дня после Хануки, сказано еще, в последний день Хануки Рэбэ очень сильно просил всех взять и зажечь эти свечи для того, чтобы были хорошие новости, и тогда это было вау. Вот, и когда 5-го ТВ, это объявили деданноцах, что все книги будут возвращены в библиотеку Рэбэ, да, в нашу библиотеку Хасидскую, и все книги действительно вернули Баруха Шем, и вот это 5-е ТВ, это до сих пор мы празднуем это все, что вот это вот, во-первых, справедливость, я не знаю, камера не сильно трясется, мы празднуем, во-первых, справедливость, во-вторых, это было как свыше знак, что да, нам нужно дальше распространять хасидизм, иудаизм, нам нужно дальше учиться, ведь книги — это все, это знания, особенно рукопись Рэбэ и величайших раввинов. Вот, поэтому празднуем сегодня все вместе деданноцах, 5-е ТВ, вот, и, кстати, вот сейчас, например, в Пархабаде я, здесь в магазинах большие акции на скидки святые, ну, на книги святые, большие акции, можно купить намного дешевле, это в честь книг святых, ну, так символично, в общем. Все, спасибо всем большое за эфир, надеюсь, было полезно, теперь вы знаете, что сегодня праздничный день, 5-е ТВ, и я вам всем говорю «Хак Санэх», с праздником и хорошего-хорошего вечера!